Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом о днях воинской славы России и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер один погибли более 300 человек, среди них свыше 150 детей. 1 сентября 2004 года в северо-осетинском городе Беслан террористы захватили школу номер один. В течение двух с половиной дней они удерживали в заминированном здании более тысячи заложников, среди которых были дети, их родители, пришедшие на линейку, и сотрудники школы. Большинство из них было освобождено в ходе спецоперации, но 334 человека, среди которых было 186 детей, погибли. Вспоминая жертв Беслана и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. 3 сентября состоялись памятные мероприятия, посвященные 11-й годовщине событий в Беслане. По всей стране прошли митинги в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно к этому дню во всех поселениях Славянского района состоялись памятные мероприятия и акции. Учреждения культуры и образования провели тематические уроки, просветительские мероприятия. Были организованы выставки и просмотр фильмов, конкурсы сочинений и рисунков на тему борьбы с терроризмом. Бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии.